Добрый день. Поступил платный вопрос. Человек описывает свою ситуацию. 37 лет женщина. В принципе, всегда были некоторые проблемы в коммуникации и в школе, и в институте, и в работе. Но, тем не менее, хоть и на тройке школа закончена, хоть и на тройке, но на архитектора выучилась, хоть и таких каких-то особых, хороших, устойчивых отношений не получалось ни в семейной жизни, ни в рабочей, ни в школе, но, тем не менее, человек функционирует, переехал в Москву, работает в фрилансе, имеет определенный достаток и обращалась по рекомендации преподавателей в университете, когда училась к психиатру. Был предпоставлен диагноз шизоаффективное расстройство, назначил солиан. Солиан, в принципе, ничего особенно не изменил, кроме набора веса. Ну, плюс еще мигрени присутствуют. Насчет, собственно, сам вопрос. Собственно, сам вопрос. Мне 37 лет, и нужно решить, пытаться родить ребенка от донора или нет. Живу с мамой и братом, зарабатываю 45 тысяч, позволяет работать, время позволяет работать в два раза больше, но не хватает сил, и мигрени мешают. Кредит по 10 тысяч в месяц выплачивается, живу в частном доме, там, ну, коммуникации чиню сама. То есть, работоспособность, в принципе, достаточно неплохая, несмотря на мигрени. Собственно, хочу ребенка, но не могу понять, насколько это будет тяжело и насколько это большой риск моей ситуации. Вопрос, конечно, не тот, на который можно дать какой-то однозначный ответ. Поэтому, собственно, дать вам ответ, заводить вам ребенка от донора, не заводить вам ребенка от донора, я не могу. В некоторых случаях заводят в гораздо более тяжелых ситуациях, чем у вас. В некоторых случаях гораздо более простые ситуации по здоровью, по финансам и по вообще устройству. Тем не менее, все равно рассматриваются как неприемлемые для такого шага. То есть, это вопрос, который человек решает сам, и дать ему какой-то такой вот директивный совет извне невозможно. Ну, по крайней мере, нельзя, не положено. Могу сказать то, что вот из вашего состояния можно предполагать. Из вашего письма, конечно, не состояния, потому что вас я не видел. Насчет, в первую очередь, насчет диагноза шизоаффективное расстройство. Ну, очень сложно сказать, потому что вот каких-то однозначных симптомов шизоаффективного расстройства в том, что вы описали в своем письме, я не увидел. Что такое шизоаффективное расстройство? Шизоаффективное расстройство – это комбинация из кусочка, так скажем, биполярного аффективного расстройства и кусочка шизофрении. Ни то, ни другое не доходит до своих окончательных проявлений. То есть, мы видим фазное течение заболевания. Бывают эпизоды, когда человек погружается в депрессию, то есть снижение физической, психической активности, снижение работоспособности, снижение настроения. Бывает, когда он входит в фазы гипомании, когда он сверхактивен, сверхпродуктивен, сверхработоспособен. Как правило, маниакальные, субгипоманиакальные фазы бывают короче существенно, чаще всего в пределах недель, месяца. Депрессивные длиннее, как правило, от нескольких месяцев до полугода. Могут быть и больше. Соответственно, работает человек по маниакальным фазам. В них он делает в разы больше, чем нормальные, обычные, здоровые люди. В депрессивной фазе сильно всё просаживается. Плюс к этому присутствует специфичность мышления, специфичность эмоциональных реакций, странность логических умозаключений, недостигающие тяжести расстройства мышления при шизофрении, когда человек просто начинает выдавать абсолютно логичные какие-то непонятные, несуразные, вычурные, неадекватные суждения. Но, тем не менее, вот такая вот странность есть. А, как правило, таких людей характеризуют как чудуковатых не от мира сего. Шизофриктивное расстройство тоже может иметь разную степень проявления этой симптоматики. То есть, от того, что, как я сказал, в маниакальной фазе человек бегает по потолку и работает просто как трактор с утра до ночи. Депрессивный лежит пластом, при этом он всё время не вполне адекватен. До того, что у человека есть некоторые колебания в пределах вот этих фаз гипоманиакальные, суддепрессивные, и просто вот он чудаковатый, странный, не от мира сего. В вашем описании чего-то похожего я не увидел. Ну, единственное, что можно как-то за уши буквально притянуть к этому диагнозу, это то, что вот у вас есть определенные проблемы с коммуникациями. То есть, вы как бы не входите в коллектив. Но это тоже скорее относится не к шизофриктивному расстройству, а скорее может быть к акцентуации личности. Ну, или как сейчас очень любят ставить направо и налево расстройство личности. Но, опять же, в вашей ситуации про расстройство личности говорить нельзя, поскольку всё-таки вы адаптированы, вы получили образование, хоть там, как вы говорите, и с трудом. Вы работаете по тому самому образованию, которое вы получили, что, в общем-то, тоже не часто встречается. Не так часто встречается. Вы рассматриваете варианты построения своей семьи. То есть, в общем-то, это никак не вяжется с расстройством личности, поэтому скорее уж акцентуация. Может быть, какие-то ещё варианты, которые из письма не видны. Но, по крайней мере, говорить о том, что это явное очевидное шизофриктивное расстройство, поскольку это всё-таки психоз, который, как правило, требует госпитализации, а у вас их не было. И к 37 годам, как правило, уже это достаточно явно проявляется. Насчёт точности этого диагноза я сильно сомневаюсь. В отношении того, какие риски могут быть беременность у донора. Но беременность для женщин – это всегда весьма большая нагрузка на организм. И действительно, при беременности есть риск обострения тех заболеваний, тех состояний. Дисфункция, ну, не дисфункция, может быть, но дисбаланс, по крайней мере, в тех системах, которые имеют некоторую уязвимость. При больных почках, соответственно, почки, при проблемах со зрением ещё больше ухудшения зрения. Да, это всё возможно. Соответственно, и по психике то же самое. То есть, наличие психоэмоционального заболевания потенциально может нести себе риск того, что на фоне беременности симптоматика усилится. Хотя точно так же бывают случаи, когда и наоборот полностью проходит. Поэтому сказать однозначно, да, можно или нельзя, по письму, конечно, в принципе, не представляется возможным никак. Каких-то вот таких однозначных противопоказаний, что нет, ни в коем случае, ни в коем разе, вообще забудьте об этом думать, из вашего письма я не увидел. Остальное необходимо согласовывать, собственно, с акушер-гинекологом. Ну, при необходимости можно сдать, провести секвенирование генома, генотипирование, посмотреть, какие риски развития того или иного психического заболевания существует на генном уровне. Это, наверное, имеет смысл. Ну, а дальше решение всё равно останется за вами. Как я сказал, каких-то категорических абсолютных противопоказаний в вашем письме я не увидел. Да, это будут риски, да, это будет нагрузка, безусловно. Сможете вы её держать, вынести вы её в полной мере, да, или это пройдёт каким-то существенным проблемам. Тут я однозначно ничего сказать не могу. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале YouTube. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok